Я бросила кукол Монстр Хай? Узнаем чуточку позже. Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Белевикс. И я рада приветствовать вас на моем канале. Чувствуйте себя как дома. Я пришла с концерта по танцам и пришла домой и трянула прям в яблочко. Пришла вот такая вот посылочка из Америки с куклами. И тут не только куклы, но и, скорее всего, разные атрибуты. В общем, я не буду вам открывать все карты. И, собственно, я вас сейчас собрала для того, чтобы открыть эту коробку. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые конкурсы, видео и другие... видео. Что ж, давайте уже открывать посылку. Она заждалась и я, кажется, заболталась. И, как вы можете заметить, я немножечко поменяла локацию на сегодняшнее видео. Да ладно! Пишите в комменты, нравится ли вам, когда вот я так сижу на полу. И, возможно, я буду продолжать снимать тут видео. И коробка упакована... Серьезно, мне кажется, там лежит что-то драгоценное. Посмотрим, посмотрим. Тут еще одна коробка. Вау, 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 вау. Как это открывать? А, вот это поворот! Что ж, и мы добрались до кукол! Вау! И, судя по всему, тут куколки больше, наверное, для мамы. Да, она у меня теперь стала увлекаться куклами еще больше и заказала таких вот девчоночек. Итак, давайте начнем, пожалуй, с нее. Это первая, первая открывательница в этой коробочке. Встречайте, это Дафна из мультипликационного сериала «Скуби-ду». Ну и, собственно, сам он в виде большой плюшевой игрушки рядом с куколкой. К сожалению, яркая коробочка в малиново-зеленых тонах конкретно помялась. Куколка, все-таки, давайте с вами так посмотрим, 2001 года. Я в этом году только родилась. Сама коробка не представляет собой что-то прям с ног шибательное, поэтому я думаю, мы будем открывать эту куклу. Пиши в комментарии, если тебе будет интересно посмотреть обзор на эту элегантную очаровашку в малиновом плаще. И на этого клевого Скуби-ду! Ставь лайк! А еще у кукол должен быть фонарик в руке. Но! Я чувствую, как он там где-то катается по коробочке. Ух ты, что-то большое, но, как я вижу, это не самая большая коробочка в этой посылке. Ну что ж, давайте знакомиться. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Она снимается, и мы можем потрогать куколку. Я ее трогаю. Хотя эта вот блузочка не представляет собой что-то такого необычного. А так это просто две ткани сшитые. Чш, по секрету! Ну а тут немножечко поменьше коробочка, но она все равно тяжелая. Зато смотрите, какая она яркая. И я теперь наконец-то поняла, почему коробка такая тяжелая. Потому что в набор входит еще и прозрачная подставка, которая прячется за куклой. Итак, это кукла Pink Label. А значит, не совсем такая уж дорогая, не совсем эксклюзивная, но вполне доступная всем. Хотя в силу того, что это куколка 2013 года, то эту куколку в Америке мы смогли купить по цене примерно в 60 долларов. Жесть. 60. Хочется отметить, что это куколка от бразильского художника Ромео Бритто, или нет? Ромеро. Ромеро. Ромеро Бритто. Она сочетает в себе целых два стиля. Это спортивный и девчачий в плане платья. Сочетание яркой красной помады и волос блондинки просто супер. Если бы у куклы были бы еще кошачьи очки, мне кажется, она бы была еще круче. Ну, это чисто мое мнение. Мне просто нравятся такие очки. Кто смотрел предыдущую посылку, тот, наверное, знает мое пополнение в коллекции Барби. Это Барби Токи Доки с розовыми волосами и с классным ободком в форме пончиков. Это вообще класс. С татухами, в общем, клевая такая девчонка. И вот я очень рада, что пришло дополнение. Нет, это не фиолетовая кукла. Так, сейчас я от баблов освобожу. Давайте откроем поскорее. Что же тут? Смотрите, какая это милота. Это фигурка Токи Доки. И я заметила, что у нее движется голова. О, ух ты, сюрприз. Неожиданно. Она очень невероятная. Чего только стоят ее длинные, как мне нравятся прямые малиновые волосы. Клевые пончики на голове. Кстати, где ободок? Впрочем, он и не нужен. Это платье с принтом. Бомбезное. Ну, бомбезное. А вы посмотрите на этого животного. Кстати, это животное, оно в форме бомбочки с колючками. Да, мне так кажется. А еще фигурка удобно стоит на черной стильной подставке. И там еще написано Барби Токи Доки. И сердечко. Что ж, смотрим дальше. Я вся во внимании, надеюсь, вы тоже. Итак, это куколка У. Она уже поэксклюзивней. Окей, я это чисто вижу по коробке. Ох, как упаковано. Эта кукла, как я вижу, она под черным лейблом. И да, давайте не будем спленировать, тут написано, как ее зовут. Ах, не надо. Вау. Ого, ничего себе. Не отписывайтесь. Ух ты. Итак, это Haunted Beauty Zombie Bride. Это надо еще запомнить. Как я сейчас смотрю на эту куклу, мне страшно, как она выглядит в кадре. Ну что ж, давайте не будем с вами нервничать. Эта зомби-невеста весьма необычная кукла для линейки Барби. Для девчонок таких вот в малиновых розовых юбочках. Вообще не похожа на блондинку, честно говоря. Она смотрит на меня с таким открытым ртом и мне становится не по себе. Таких кукол на весь мир 6600. Жаль, что не пишет под каким номером именно у меня зомбяшка, но никто не пишет, так что это нормально. Люди, кто говорит, что добренькие монстряшки с клычками, это ужас, как страшно. Но, ребят, да это просто смех. У куклы, кстати, открыт рот, а оттуда немного течет кровушка. Класс! Думаю, такая кукла будет красоваться у нас в коробке. Потому что если ее вынешь, мне так кажется, что она потеряет свой вид и будет смотреться как-то не очень. Если только ее, конечно, не поставить одну там на стоечку в отдельную полку. Кукла 2015 года и изначально на сайте Barbie Collector стоила 100 евро. Ой, нет. Стоила 100 долларов. А сейчас ее можно купить не дешевле 130 долларов. Как же все-таки приятно, что любимые монстряшки не обошлись стороной в этой посылке. Рада достать двух довольно эксклюзивных кукол на данный момент. Это монстряшки из коллекции Down of the Dance. И да, это не первая волна, но и не ребут. К Фрэнке и Клеу Данил положили такие вот картоночки, карточки. И самое главное, это подставка. Всем почти нужная подставка. Интересно, как у них там движутся шарниры. А вы помните эти старые коробочки? Помним, любим, скорбим. На дне коробочки лежит что-то очень масштабное. Ого. Да-да-да. Это такая тяжелая коробка. Просто в шоке от этой куклы, если можно так выразиться. Потому что вы сами видите ее масштабы. Это моя мечталка мини-боб Мэйки Миллениум. Выпущена она была аж в 20 веке, 1999 год. И она под лимитированным изданием. И для взрослых коллекционеров старше 14 лет. Какие же у нее забавные реснички, большие ушки. Ой, ну просто класс. Буа. Судя по всему, она на Рождество. О, но это не точно. Создатель этой куклы это дизайнер Боб Мэйки. Еще есть такой Микки, тоже от него. И две других мини. Ну, это вот я видела чисто на просторах интернета. Она не помялась. Как же это радует. Просто супер. Так, ну посылка на этом не заканчивается. Я рада вам представить еще одну куколку в этой коробке. Итак, вот я ее достала. Осталось убрать эти баблы. Конечно, запакованы просто жесть. Я пока сидела распаковывала. Ух. Смотрите. Это Барби Пинк ин Пантон. Вы только посмотрите на ее платье. Какой шлейф. И повсюду надписи Пантон в оттенке 219C. Что ж, необычно, необычно. Кстати, такую куклу я довольно частенько видела в магазинах. Там, ну, может, во Франции, в Греции. Промелькивала она иногда у меня перед глазами. Но особо я на ней не акцентировала свое внимание. Поскольку так сильно ни я, ни моя мама не увлекались Барби. Мы, да, посмотрели. О, какая красивая. И ушли. Звучит весело. Сзади тут как раз вот все оттенки, чтобы знать. О, да. И, кстати, эта куколка выпущена тиражом 15100. Вот 100 вот обратите. Вот это. Кстати, у нее такой черный фон. Просто универсальный цвет. Заказала и потом увидела, что нету блистера. Оу. В итоге оказалось все-таки, что он есть. Что ж, побольше про этих кукол я вам расскажу в моих обзорах на моем канале. Так что ставьте лайк и скорее подписывайтесь, чтобы не пропустить новые конкурсы, розыгрыши, топы, там, обзоры. Я стараюсь разнообразить свой контент как только могу во всех сферах. Так что должно быть интересно. По задумке хорошо. Напишите в комментарии, на какую куклу вы хотите больше всего обзор. И мне будет приятно почитать. И я возьму на заметку. Ну а с вами была я, Алиса. И мой канал Белевикс. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока. Я что, перестал увлекаться куклами Монстр Хай? Ах, да. Многих, наверное, интересовал все-таки вопрос. Не закончила ли я увлекаться куклами Монстр Хай? Итак, ответ. Нет. Не закончила. Просто в этой посылке пришло очень много Барби, поскольку они были заказаны давненько для коллекции Мамины. И все, теперь можно с вами прощаться. Продолжение следует...